Из-за этого стрима я куплю и прайзу Remember Me. Ну, я рада. А, уже можно, что ли? Ничего себе, я не знала. Я что-то хожу, хожу рядом. Боже мой, край. Это же неверный запрос. Они его схватили, не отвлекайся. Мы освободим его вместе со всеми остальными. Иди по мямахону, мадам, к серверной. Ну, к серверной воспоминаний. Так, мне явно в ту сторону. Сейчас посмотрим, что тут. Вот, что тут. Ой, дождик. Осторожно видеть наблюдение. Да надо чхать. Край. Ладно, я на месте. Давай сделаем это. Ты лучшая сестренка, точно говорю. Кажется, вход в центральную башню, где находился сервер уже близко. В памяти мадам можно узнать, как туда попасть. Блин, зачем такие маленькие субтитры было делать и обрывать их вот так вот? Здесь целый экран еще по бокам. Ну, уже ли как-то, не знаю, было бы подделать, чтобы они были побольше. Зато в Life is Strange субтитры вообще на полэкрана. Слепой только не увидит. Сэн, после мадам надо будет перемонтировать память. Вы серьезно? Может, тогда тут остановимся, пока не зашли слишком далеко? А в следующий раз уже вот туда пойдем, к этому чуваку? Давайте. Просто пока мы до нее дойдем, там еще, помнится, коридорчики будут. Потом мы еще ее будем ковырять. Это часа полтора, серьезно. Ну, час где-то точно. Давайте здесь приостановимся. Давайте. Нет же, пятичасовый стрим. Да, да, да. Блин, слушайте, ребят, ну серьезно. До победного нет. Не знаю. Ладно, давайте сперва хотя бы его вот заковыряем, а там посмотрим, что там будет. Просто прямо перед боссом, перед таким, мне хочется останавливаться. Хочется с ним разобраться. Это второй робот, да, противный? Не стоило тебя трогать, милая. Нет, это просто рядовая какашка. Ох. А хотя нет, не рядовая это босса. Это, по-моему, второй, да? Я же понимаю. По-моему, знаете, мне вот эти чувачки нужны просто, чтобы я заряд набирала и мочила этим зарядом вот это вот чудовище. Это точно. Слушай, не-не-не. А он типа не попался, да? Мне честно. Взорви его. Ну, как так-то, ну. А, нет, обычный, обычный черт. Щас поворяю тебе. Ой, не тоже. Так, черт новенький. Превращает роботов в союзников, которые атакуют наземных врагов и затем самоуничтожаются. Замечательно. Откруйте колесо спецприемов и выберите короткое замыкание. Давай, давай. Чтобы сменить цель, используйте... Да не, давай. Да я хочу вот это. Все, со мной. Щас, мне нужен робот. Оп! Щас, щас, еще чуть-чуть подождем. Я лучше сперва с ним разберусь, чтобы не отвлекаться на них. Не успела, не успела. Оказавшись, вроде здесь зрели, заворачивайтесь. Спасибо. Не успела. Ладно, уговорили. Все, минус. Тихо, 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 тихо. Блин, опять не то же. Да, я впер... Не, увернулась успела. Рановато я это использовала, дело надо было сейчас это делать. Да, блин. Я путаю прицел и выбор способностей почему-то местами. Не знаю почему. Щас я его собью. Не тебе, а тебе. Так, отлично. Теперь. Теперь таракашка. Хотя. Скотина. Я с... Не помню. Так. Умирать-то тобой, мне? Есть. Зараза. Ай. Попал, кстати, как ни странно. Ты что тут делаешь-то? А, не, нормально, нормально. Все, этот таракан летающий теперь мне мешать не будет? А, там же еще второй. Ладно, сейчас. Да иди ты нахрен. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Жми. Все, спокойно. Давай, прыгай, прыгай. Ой, как хорошо. До свидания. Ой, как больно, да? Он, приятненько, да? А как надо мной измываться нормально было, да? Пошла отсюда. Человеческая туша. Сбиваюсь периодически с ударов. Плохо это. Опыт дай мне. Молодец. Нет, ты еще не умер? Нифига ты стойкий. Вот, молодец, все. Ты. Красота. Ух. Так, башня. Не мой фон. Давай. Не, не, кто-то помог снаружи. Хочу, чтобы бастилию отключили от общей сети. Уже отключили. Десять минут назад. Это не должно повториться, сержант Логан. Все докторы Куэйда виноваты. Клоп в своей лаборатории делает, что хочет. Не вмешивайте в этот доктор Куэйда. По бегам подорвана репутация бастилии. Да, мадам. Свяжитесь с Ольгой Сидовой по шифровной линии. У меня есть для нее работа. Это, кстати, было, когда мы только-только сбежали. Потому что, видите, этот еще память не потерял. Нормально. Слушайте, а у нас в дневник-то что-нибудь добавилось? Мы тут сто лет, по-моему, не заглядывали. Бастилия, кстати, добавилось. Философия Шарли Кутивэллса. Мадам. Давайте про мадам хотя бы почитаем, а остальное потом. К суровой начальнице Бастилии положено обращаться мадам. Быть может, ее прошлое тумано, но выдающиеся достижения позволяют мадам бессменно занимать свой пост с момента назначения в 2074 году. Астрид Форхейс родилась в Париже в 2036 году. Эта информация некоторыми источниками становится под сомнением. Брошенная родителями в возрасте 8 лет, она выросла среди тех, кто уцелел в темные годы войн и природных катастроф. В записях «Ново Парижа» будущая мадам впервые появляется 13-летней. В числе первых добровольцев, пошедших на имплантацию Сенсин-терминала, что позволило ей работать в муниципалитете. Она самостоятельно разработала комплекс исправительных мер Бастилии, включая традицию временно стирать память заключенных. Эта революционная идея получила воплощение благодаря вездесущему Сенсину, позволив мадам полностью контролировать преступников, лишившихся присущей им агрессивности. Освобожденные от времени прошлого, они боятся возвращаться во внешний мир, которого больше не помнят. Мадам была назначена начальницей Бастилии в момент открытия тюрьмы в 2074 году, и с тех пор из-под ее стражи не бежал ни один заключенный. Из-за непрозрачного стиля руководства ходят слухи, подтвержденные разрозненными фактами, что хотя при освобождении заключенные получают обратно свои воспоминания, память о проведенном в тюрьме времени стирается полностью. Это важная предосторожность, объясняет мадам. Она позволяет нам предотвратить побеги, спланированные из-за пределов тюрьмы. Критики заявляют, что это вопиющее нарушение прав человека, недопустимое в таком демократическом обществе, как Новый Париж. Некоторые даже обвиняют ее в памяти преступлениях против заключенных Бастилии. Но пока ни одно из обвинений не было подкреплено документальными свидетельствами. Я не знаю, хорошая ли идея возвращать им воспоминания об их преступлениях. Может быть, лучше ставить их перед фактом, что, слушай, ты отсидел. Но как бы ты сидел долго. Просто получается, он забывает все свои долгие годы в тюрьме, забывает, как ему там было плохо. И как бы возвращается в мир, помня все свои преступления. И где результат наказания? Из наказания нужно извлекать выводы, правильно? Какие-то дальнейшие, чтобы на них базировать свое дальнейшее им мировоззрение, поведение и так далее. А если они стирают время проведения в тюрьме, но сохраняют воспоминания о преступлениях, как смысл в этом заключении, просто ненадолго изолировать преступника, грубо говоря, в стазис его поместить, ну, если очень условно говорить. Вот, да, вот смысл сажать, как бы... Можно было бы наоборот, как раз-таки, стирать воспоминания о преступлениях перед выходом. То есть оставить их, пока они там сидят, чтобы не страдали и мучились, грубо говоря, чтобы познавали, насколько хреново их поведение было. Хотя, конечно, не на всех работает, но тем не менее. А потом, после того, как они отсидят, стирать все воспоминания о плохом, просто ставить их перед фактом. То, что... Либо, знаете, полностью действительно, когда они приходят в тюрьму, стирать им эти воспоминания, и потом просто на чистой памяти, не запятнанной преступлениями, как-то строить особняк благодетели, грубо говоря, рассказывать то, что вот ты делал вот это и вот это. Ты представляешь, насколько это плохо? Он, будучи не помня, как он это делал, и как-то, если к нему будут там более-менее относиться как-то к нормальному человеку, ему самому это, может быть, покажется диким, он никогда не станет это делать снова. Ну, в идеале, конечно. Ну, как-нибудь там с психологами провести работу. Что? Странно, короче. Ну, ладно. Что там про технологии? Дерихонская труба. Не, про технологии, я думаю, потом как-нибудь в более спокойной обстановке посчитаем. Сейчас не будем этим заниматься. Так. Пойдем за левой. Она путает меня, тварь. Не сработало, да? Хитрая, морозута какая. Здесь только я могу играть с памятью. Ну, конечно, конечно. Ну, утешай себя этим перед сном. О, я помню, это место сейчас будет больно. Если человек пошел на преступление, значит, он может его повторить. Безусловно, но я говорю, проводить работу с психологами, пока он сидит, ну, то есть, пока он потерял свои воспоминания, активно давать ему понять, что вот это вот плохо. Он же пошел по тем или иным причинам на это преступление. Провести работу с мозгами, обычную, человеческую, чтобы потом у него не было желания повторить эти преступления. Понимаете, в чем дело? А так, они приходят, грубо говоря, зашел с преступником, дверь закрылась, ты открываешь глаза и все, ты уже выходишь. Вот эти все твои года в тюрьме, ты их не помнишь, но зато помнишь все свои преступления. Что тебе в этом случае мешает продолжить деяние? Ну, это как-то дебильно, не знаю. Че там у нас? Подожди, меню сенсора мне предложили, я что-то... Че? Я что-то... А, вот, все вижу. Ё-пираный театр. Ну, это слишком много всего у нас тут. У нас еще куча приемов не открыта, черт, мне ее не хватает. Здесь опять дофига игреков. Не, ну это долгая связка, ее в самом конце будем открывать. Так, дай бог памяти, как с вами работать, боже мой. О, у меня не работают эти мои мегаспособности. А куда они делись? Смотри, мои приколы-то все. Их нет. Че, я упускаю? Они убирают вообще? От моих действий. Че-то у меня есть сомнения на этот счет. Я не могу... Нет, выстрелить могу. О, а, мои мегаспособности пропали. Это, видимо, комната какая-то такая, да? Или я че-то... Че-то не понимаю. На. Наносите через... А, господи. Ну я сбиваюсь, че вы хотите. Че это было сейчас? Вы че делаете? Че-то как-то странно все происходит. Ну ладно, они умирают, и ладно. Почему мемофон работает против меня? Край. Здесь происходит что-то очень странное. Край не сможет тебе помочь, милочка. Игра началась. Сейчас мой ход. Хорошо, поможет ему он выйдет из тюрьмы, или она. Он попадет в ту же среду обитания. Ну и что? Люди как бы меняются. Есть множество факторов, которые тебя в твоей среде обитания толкают на преступление. Одна ситуация дважды повториться не может. Нилин, нилин. Моя неукротимая малыша. Ты вернулась ко мне? Я так. Больщина. Мне кажется, или ты расстроена? Все, хватит этих игр. Иди сюда. Я жду. Шла бы ты лесом, короче, женщина. Ой. Нилин, скучала без меня? Неплохо. Мнимофон с капканом. Я знала, что тебе понравится. Я пришла, чтобы вернуть свою память. Все здесь. Тебе нужно только взглянуть. Играми не напугать, мадам. Посмотрим, милочка. Посмотрим. Ситуация с нехваткой денег всегда повторяется. Не факт вообще. Она же все равно будет не идентична той, что была. Да и, блин, ну, ребят, ну, предложите свою версию. Не знаю. Мне кажется, вот то, что они делают, это такая странно. И это только вредит. Ну, а тем временем у нас начинается немножечко крутотни стилистической. Все, давайте оставим эту тему. У нас впереди босс. Я все равно сейчас чатик не смогу читать. Потому что меня сейчас будут бить. Ой, это все-таки обрыв. Я просто думала, вдруг это стекло. Но таки нет. Так, ты сможешь здесь пройти? Как интересно. То есть, ты мне предлагаешь прыгать все-таки? Ладно, давай. У-ху. Memory. Memory. Да я же прыгнула. Я же нашла. Ой, господи. А-а-а! Я приготовила для тебя новую особенную. Как ты отнесешься к частному уроку? Блин, Августина стайл. Серьезно. Ой, ненавидите убивать. Так, подожди. А-а-а! Слушай, а можно я вот? Ага. Давай сыграем в другую игру. Что, уже? Быстро. А, да. Сейчас она будет перемещаться активно. Ушел. Ну, пока она будет летать, я вот тут пообщаюсь с ребятами. Тихо. Немножко, немножко, немножко. Вот так. Тем более, кстати, да, на нее тоже флут нужно использовать. Где она? Где она? Где она? Вот она! Так, я не знаю, смысл есть ли в этом. Ну, пусть будет. Попробуем, посмотрим, влияет, нет? На нее работать? Не, на нее не работает. Ну, ладно, ладно. Нет, так нет. Сейчас просто подождем. Слушай, а что я тогда этим? Тихо. Давай тогда другой атакой бить. Вот этой. Не то, не то, не то, не то, не то. Сейчас ждем, короче, когда восполнится вот эта фигота. Интересно, я могу, кстати? Нет. Я даже нацелиться не могу, потому что она летает. Бла-бла-бла-бла. А, черт, сволочь. Вот мрази. Так. Минуточку. А, не на кого, да? Ну, естественно. Это ж только для роботов. Так, минуточку, Флудиара. Флудиара. Ой, долго я казала. Тебе мне не победить. Конечно, откуда уж нет. Че, не так? А, да, ой. Все ясно. Сейчас немножечко покурим тут в стороне. Да, да. Слушай, голос у нее что-то знакомый. Не могу понять. Так, людишки. Людишки, отлично. Так, не то дело, вот эти. Давай, мне нужно просто очень быстро восстановить. Фу, и все. Мне больше ничего не нужно от этих ребят. Ой-ой-ой. Тихо. Не надо. Блин, мы ей даже половину здоровья еще не сняли. Долгая. Она вот долгая, реально. Я вот помню это. Ой, беда бедищенская. Беда бедищенская. Ладно. Ау-ау. Че ж у нее за голос такой? Так, сейчас флот будет. Давай. Да, милая. Не, ребятки. Я тоже благодарю вас за то, что пришли. Помогать мне там все такое. Но мне нужен флот. Ну так, мне тоже. На, по щам. От любителей борща. О, смотри. Вторая серия прям. О, хорошо. Почти половину сняли. Эм. Эм, 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 эм. Да господи, что ты такая истеричная-то, а? Мне вот, кстати, нравятся такие персонажи, как мадам. Ну, то есть с таким стилем, знаете, типа такая интеллигентка, с палочкой, с тростью. Да ты вот гулятельный. С пульсивью флот, что остановить мадам. А вы не могли мне это пораньше сказать? Когда вот там был смысл. Не-не-не. Тихо. Ладно, что-то лучше быть. Кто это сделал? Кому там... Веселая. Так, мне нужно увлечение. Вот, что мне нужно. Все, немножко побегаем от нее. Тихо. Просто посмотрите на стиль, да, вот этого боя, на уровень сам, на эту арену. Это ж топово, посмотри, как двигается все под неленью, вообще топово. Слышно, что у одного слова топово? Блин, если это реально так уж я могу сделать. Ой, только не говоришь, что мне этих... О, она еще этих призов ухудовала. Это плохо. Флот, 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 флот. Где ты? Ау! Че такое-то? Час 11, чат начал философствовать. Нормально. Че, силушки-то уже не хватает, да? Найди, говорит, меня, если ты сможешь. Нашла уже. Сильно много сил ты не потребовала. Так, все, она ушла. Здесь она там не лечится? Не. Так, подожди, ты уже летаешь? Не ходи сюда. Где она? Ты? Нет, вот ты. Вот я так и знала, вот че слово. Вот так и знала, что она... Бла-бла-бла. Так. Так, ты уже прилетела? Скажи мне, да. Черт, опять? Да я не хочу флот на это тратить. Черт. Ну, в итоге просрала. В итоге... В итоге, в итоге. Ну, ладно. Ну, же, конечно, было бы использовать бомбочку, чтобы всех подорвать, знаете. Так, вот сейчас ее сбить. Где она, где она? Так, вот теперь флудом. Болтай больше. Флуд. Что ж, моя. Я, как, а? Тебе! Тебе. 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 Такой эпичный полет был. И так резко закончился. Поболтай мне еще. Правильно говорят? Убивает не падение, а резкая остановка. В конце не надо. Не-не-не, вот туда. Я, конечно, понимаю, что... Сейчас будем надеяться, что нам повезет. Нет. Ты. Нет, ты. Во, черт, сядери. Лудра просто нет. Поэтому придется пока что такими силами... Так, подожди. Вот это уже лучше. Давай, флодик, флодик. Где ты, когда ты так нужен? Ну я же нажал. Так, отлепитесь, отлепитесь, господа. Так, противное. Давай, давай, давай успей. Флот, 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 флот. Ну, господи, боже. Второй раз. И последний. Давай. Мне кажется, лучше бы вот эту заставку... Вот в самом конце бы пихнули. Ну, то есть, чтобы не было повторной битвы. Может, я просто что-то не так сделала. Не знаю, или у нее здоровья было слишком много. А, была А внизу. Господи, я ее не заметила. Прикинь. Вон оно, в чем дело-то было. Мы бы ее и сразу завалили. Оно такое неприметное. Слушай, это А. Охренеть. Прикинь. А, ну тогда нет претензий. Прикинь, там Ашечка была. Вы ее увидели, слушайте? Вы ее видели? Так, что там? Так, мне нужен боевой Y. Вот что мне нужно. Или я хотела боевой X. Что я хотела? Не, пусть будет боевой Y. Так. Куда бы тебя воткнуть теперь? Боевой Y. А если вот я тебя воткну? Сюда. А сколько все сильно? 160. Ну и восстановление приемов упадет очень сильно. А смысл? Никакого. Короче, это просто вот сюда вот это будет. Потом. Да. Ну, короче, копим. Я видела в пастыне. Ну, че ж вы не сказали. Или сказали, но я не видела. Какая? А где? Так, ну че, милая. Сперва пнула, потом подняла. Урок закончен, мадам. Силовой спаммер воздействует на управляющий контур, устроив с помощью фальсифицированных данных. Ты его видела? Используй силовой спаммер мадам, чтобы открыть сервер мнимо... Вот это и вот, мнимо сервера, да. Так, как там это делается-то? Вот. А, ну да. Сейчас. Не так? Не так. Удерживайте сервер в прицеле, двигайте R в горизонтальном направлении. Чтобы переместить его в станцию к расшифровке. Станция расшифровки, его можете двигать вовремя. Не дотягивайся, жалко. Так, далее. И чё? Может, хватит? Чё-то я упустила. Мне вот туда ещё нужно, но как... А, во, вижу. Ну давай. Ну, всё. Память арестантов освобождена. Мою верните! Протоколы к ничьейной памяти приостановлены. Пойдём синхронизация с носителями первоначалной группы. Ты справилась. Ты зародила революцию араристов. Наши братья снова обрели память. Весчисленные заключённые с промытыми мозгами. И теперь каждый получит украденные у него воспоминания. Это Возрождение. Я надеюсь, меня слышно. После бездействия их разум переполняется гневом. Мы вопречённая соброда требуем незамедлительных действий. Те, кто так долго был в заключении, стали в неволе крепче. Они поднимаются из хаоса и восстанавливают свою человечность. Никто не сможет остановить наших товарищей. Сильно, конечно, кулаками в шлем убить. Где мои воспоминания? Я ничего не чувствую. Не переживай. Если что здесь и работает хорошо, так это сервер. Сейчас придёт и твой человек. Край, край! Не всё восстановилось, не пробилось, не польпятна. Я не вижу твоей картины. Что-то не так. Наверное, мадам, куда-то перенесла твои воспоминания. Мои преступления, я помню. Я его убила. Ну вот вам к вопросу. Скоро начнётся церемония. Скоро начнётся церемония. Мы ищем, что-то там. Да, я знаю. Дайте минуту. Алексия. Абонент не отвечает. Оставьте сообщение. Алексия, позвони мне, чёрт тебя возьми. Весь Париж будет наблюдать за моим назначением. Ты не можешь так меня бросить. Ты нужна мне здесь. Сообщение записано. Собственно, к вопросу о незапоминании преступлений. Видите, Нилина о них не помнила. И она ужаснулась, когда она вспомнила о них. Вот именно об этом я и говорила. Мы можем, кстати, здесь остановиться. А память отковырять ему уже в следующий раз. Давайте. Чекпоинт-то был нормально. Ссора. Ну, сейчас посмотрим просто эти воспоминания, что они из себя представляют. О, я же читать должна. Ты погубишь мою карьеру, пока она даже не началась. Потому что не буду рядом на фотографии. Очнись, Фрэнк. Я не хочу больше притворяться. Алекс, даже не смей уходить. Иди в жопу, Фрэнк. Алекс. Заставить Форлана убить Алексию. Замечательно. И именно вот этим мы с вами займемся уже в следующий раз. А на сегодня, пожалуй, все. Мы неплохо посидели. И это было реально круто. Но продолжение уже потом. Как-нибудь. Все. Все.